Сегодня мы проведем вас не по известным музеям и памятным горьковским местам, а по тем улицам, которыми мальчиком ходил Алеша Пешков, по которым мы, ученики гимназии номер 50, каждый день ходим в школу. Это улица Старого Канавина, молчаливые свидетели непростого, полного испытаний пути в люди, великого человека, гуманиста Максима Горького. В наши дни трудно представить, каким было Канавина во времена Алеши Пешкова. Почти 150 лет назад. Теперь это крупный городской район, превышающий Старый Нижний Новгород по числу жителей. А в 1877 году, когда Алеша оказался у деда, Канавина со своими постоялыми дворами и подворьями очень походила на село, лежащее при большой дороге. Но оно уже не пахало и не сеяло, а работало на Волгу и ярмарку. Нижегородцы, жившие в верхней части города, на Канавина смотрели со страхом и отвращением, как на грязную яму. Они ездили туда работать, торговать и просто погулять по ярмарке. Но жить там избегали, если не было крайней необходимости, как это случилось с дедом Коширином весной 1877 года. Разорившись, Василий Васильевич Коширин продал дом на Канатной в верхней части города и снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой, в доме Купса Чеснокова в Канавине, на улице Пирожниковской. Сейчас улица Алеши Пешкова, 44. Вскоре вся семья, бабушка с Алешей, его мать с двумя детьми, переехала к деду. В тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор. В двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку, как ради кладбища на Польной церкви. Ныне дом, в котором квартировала семья Коширинах, потерял свой первоначальный вид. В 1892 году новый владелец значительно расширил его. И теперь к мемориальной части дома относится только левая сторона. Дом был двухэтажный, с каменным полуподвалом, с четырьмя окнами на улицу и во двор на погреба и сарайчики. Идущий от ворот за дом к бане. Комнату с окнами во двор занимал дед. По приезде из Москвы мужа, Евгения Максимова, мать, Варвара Васильевна, переехала в каменный жилой полуэтаж, этого же дома. Туда же она забрала и Алешу, чтобы снова приняться за его обучение и воспитание. «Мать тотчас же сунула меня в школу», — вспоминал Алексей Максимович. Слово «сунула» нередко толкует, как «отвязалась», «скинула с рук». Но это не так. Необходимо учесть канавинские условия и возможности матери в те времена. Алеша шел уже десятый год, а он из-за семейной неустроенности и бедности все еще бегал на улице среди брошенных, неодетых и неумытых ребят. Со школами в канавине было очень плохо. На всю слободу одно училище. Попасть в него было очень трудно. В 1877 году, когда Алеша был сунут в школу, не принятых было более 140 мальчишек. Учитывая те обстоятельства, легко понять, что значило для матери сунуть своего сына в школу. Это была ее победа. Она с радостью вручила Алеше прошлогодние учебники, шила рубашку и штанишки на выпуск, как у образованных, пальтишко из бабушкиной кофты, надела на него свои башмаки и с волнением отвела в училище. В 1877 году оно квартировалось здесь, на Елизаветинской улице, ныне коммунистическое, в деревянном флигеле, во дворе каменного дома, на котором теперь укреплена мемориальная доска. Здание канавинского училища было хуже всех из 11 городских тоже плохих училищ. Это была темная, сырая изба с сенями, ободранная и грязная внутри учебная комната, без двора, без садика. Училище было одноклассным. Все ученики были разделены по числу лет обучения на три отделения. В первом возле стола учителя сидели новички, в том числе и Алеша. Второе отделение подальше и было поменьше. В третьем оканчивающие школы. Этих совсем мало было. Дети бедноты до конца не дотягивали. Так как Алеша уже умел и читать, и писать, в первом отделении он посидел всего лишь несколько дней. И был переведен во второе. 18 июня 1879 года Алеша получил после сдачи экзамена за третье отделение, то есть за весь курс начального образования в награду книги и похвальный лист. Успех не обрадовал ни Алешу, ни его мать. Выяснилось, что дальше он учиться не может, так как программу училища преемственной связи с гимназией и другими средними учебными заведениями не имела. Первые буквы похвального листа «НС» Алеша, может быть, со слов взрослых, расшифровал как «наше свинское». А к имени Алексея Пешкова тоже собственноручно прибавил свое атаманское прозвище башлыка. И на словах в науках написал слова и в шалостях. Для него после школы дорога оказалась одна – на свалке собирать ветошь, бумагу, кости, железо и продавать скупщикам, чтобы помогать матери и бабушке. Да и дома все не радовало. Дед окончательно разорился, бабушка ушла работать в город, а мать очень серьезно болела. 5 августа 1879 года Варвара Васильевна умирала от скоротечной чахотки и была похоронена на Слободском кладбище при Спасо-Преображенской церкви. В советское время церковь была разрушена. Храмовое здание было перестроено в Светское. Здесь размещался Канавинский райком партии, а затем Дом пионеров. Расположенное около церкви Канавинское кладбище было снесено. На месте разоренного кладбища был устроен садик Максима Горького. Сейчас здесь стадион Искра, гимназия номер 50 и городская поликлиника. Здание Спасо-Преображенской церкви, построенное в 30-е годы XIX века, сейчас восстанавливается. Нищета. Потери матери. Таким было прощание Леши с детством. Через несколько дней после смерти матери, дед сказал ему ту знаменитую фразу, которую теперь знают все. Ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. Пойди-ка ты в люди. Так в Канавино началась новая глава жизни писателя. И пошел он в люди. Пошел в океан людского горя. Чтобы в труде, в поисках добра и счастья для всех, пройти по самому дну и выйти к высотам свободы и культуры. Канавино Субтитры подогнал «Симон»